МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"У берегов пустынных волн стоял он, дум великих полон". Это всё к тому, что вчера в Петербурге переиздали собрание писем Пушкина к жене Наталье Николаевне. И в трогательных, искренних посланиях, удивительных, конечно, пушкинских манерах этот юмор, сарказм, в общем, прекрасно. Я думаю, что вам должно прийти с подкусом. Ну и по словам историков, в этих письмах заключена подлинная история жизни Пушкина последних семи лет. Ну и давайте перенесёмся в прошлое вместе с нашей рубрикой «Советский чемодан» и поговорим о том, как же советская промышленность помогла популяризировать этот образ Александра Сергеевича. Очень часто в нашем музее мы рассказываем о настоящих, великих, важных советских символах. Сегодня мы поговорим о Пушкине. Промышленность для того, чтобы порадовать советского человека и, в принципе, идеологически его, в общем-то, направить, выпускала вот такие вот очень интересные изделия. В данном случае это продукция Ленинградского фарфорового завода. Стоил он 3 рубля 40 копеек. Сейчас, конечно, это намного больше. И повезло тому, у кого бабушка в шкафу оставила не набор хрустальных фужеров и вас из ГДР или Чехословакии, а вот такие вот разнообразные изделия из фарфора, Ленинградского фарфорового завода. Вот и Пушкин как раз изображён здесь. В общем-то, задумчивым человеком, либо в творческом каком-то поиске «Любишь ты Пушкина? Не любишь ты Пушкина?» Он всё равно появлялся дома, на работе. Самый доступный портрет Пушкина. Многие его, наверное, помнят с детства. Вот такое картонное изготовление абсолютно. Это было доступно в цене. Для тех, кто хотел что-нибудь подороже и посолиднее, скажем так, какому-нибудь серьёзному мужчине, можно было подарить вот такой портсигар. И самое интересное, что ещё и на обратной стороне портсигара можно было прочитать какие-либо стихи. «Товарищ, верь, взойдёт она, звезда пленительного счастья». Вот ещё замечательный экспонат. Александр Сергеевич Пушкин в анекдотах. Такая книжка, кстати, стоила один рубль. Ну, посмотрим, какая информация. Что мы можем узнать из этой книги? Один лицеист вскоре после окончания лицея встретил Пушкина на Невском проспекте. Поэт увидел на нём лицейский мундир, подошёл и спросил. «Вы, верно, только что выпущены из лицея». «Только что выпущен и прикомандирован к гвардейскому полку», с гордостью ответил лицеист. «А позвольте спросить, где вы теперь служите?» «Я числюсь по России», – ответил Пушкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова